Для деятельности германских компаний в Азербайджане созданы хорошие условия. Баку и Берлин имеют успешный опыт работы в различных областях промышленности, торговли и экономики. Об этом говорилось в ходе сегодняшней встречи в Мюнхене. Президент Азербайджана Ильха Малиева с исполнительным директором Восточно-германской бизнес-ассоциации Михаилом Хармсом. Участники встречи высоко оценили расширение товарооборота между Азербайджаном и Германией в прошлом году. Отметив увеличение взаимного экспорта. Рассказав о реформах, проводимых в Азербайджане в различных областях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, глава государства подчеркнул привлекательность Азербайджана для иностранных инвесторов. Также президент Ильха Малиев проинформировал о предпринимаемых шагах по созданию в нашей стране, в Азербайджане, зоны свободной торговли, расширению логистических и транспортных возможностей. Он подчеркнул, что в Азербайджане имеются широкие возможности для деятельности немецких компаний и пригласил компании, входящие в Восточно-Германскую бизнес-ассоциацию, совершить ознакомительный визит в Азербайджан. Кроме того, президент указал, что имеются широкие возможности для участия немецких компаний в восстановительных и строительной работе на освобожденных от оккупации территориях. Участники встречи подчеркнули большой потенциал для сотрудничества в области ВИЭ. Восточно-Германская бизнес-ассоциация создана в 1952 году и объединяет около 200 различных предприятий. В ее функции входит поддержка бизнеса, устранение торговых и визовых барьеров и развитие сотрудничества на общее европейском экономическом пространстве. Энергоповестка как важна для Мюнхенской конференции, так и в принципе в Азербайджане это уже давно поставлено одна из стратегических направлений. Следует отметить, что в рамках февральской встречи в рамках Южно-Газового коридора, где обсуждалась также и зеленая повестка, был отмечен большой потенциал Азербайджана в развитии как солнечной энергетики, так и ветровой энергетики. И данные проекты также уже разрабатываются с привлечением иностранных инвестиций. В том числе радует то, что на освобожденных территориях, в том числе и в Джабраиле, совместно с компанией BP уже разрабатываются данные проекты. Продолжение следует...